Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня будем разбирать неудачи, стратегии и будущее Microsoft и Ubisoft. Поговорим, почему юбики ушли в минуса по деньгам, а главное, во что они хотят превратить серию Assassin's Creed. Обсудим, как развивается Xbox Game Pass, какие у него перспективы, по мнению Фила Спенсера, и как вообще Microsoft собирается захватывать игровой мир. Про это тоже есть свежие новости. Ну и колонаучная история тоже будет, и на этот раз про шмелей геймеров. Погнали! Но сначала посыпание головы пеплом. В прошлом ролике я сильно ошибся по фактике. Мы говорили про то, что Хелена Тейлор, прошлый голос Байонетте, напрыгнула на авторов Байонетте 3 и на Дженнифер Хейл, то есть на новый голос Байонетте. И в видео я говорю, что женскую версию Шепарда в Mass Effect озвучивала как раз Хелена, то есть старый голос Байонетте. Нет, озвучивала Тейлор, то есть новый голос Байонетте. И более того, есть еще один косяк. Я сказал, что Platinum Games поддержали Хелену Тейлор. Там из контекста понятно, что это оговорка, и поддержали они как раз Дженнифер Хейл, это прямо вот в тексте на экране показано. Но произношу я именно Тейлор. Спасибо большое всем, кто заметил эти ошибки. Мои извинения сильно накосячил. Если после моих ошибок кто-то запомнил что-то неправильно, перезапомните. И погнали по свежим новостям. Поговорим о Ubisoft. У компании вроде бы наметились проблемы, но на самом деле возможно, что не совсем. Давайте разберемся. Они опубликовали полугодовой финансовый отчет, и в нем все, мягко говоря, не слава богу. С одной стороны, выручка год к году уменьшилась, но незначительно. С 751 до 731 миллиона евро. Это можно списать на обычные колебания. Но при этом компания ничего не заработала, а наоборот улетела в сильный минус. Убыток более 200 миллионов. Ubisoft, конечно, постарались все это красиво замаскировать. Рассказали, что число игроков в Вальгало достигло 20 миллионов, а выручка Rainbow Six Fitch увеличилась на 18%. Но это не особо помогло. Инвесторы заволновались, акции компании заметно просели. А новостные сайты начали активно писать, что юбики идут на дно, и все у них плохо. Но давайте все-таки будем беспристрастными. На деле причины провала выручки можно спокойно найти в самом отчете. Их две. Во-первых, за последние полгода у Ubisoft не было крупных релизов, которые бы могли бустануть прибыль. И второй важнейший момент — операционные расходы компании увеличились почти в два раза. С 276 миллионов до 452. И связано это с расширением студии и с работой над новыми играми. Напомню, что в сентябре они анонсировали три новых Assassin's Creed'а. Codename Jade, Codename Red и Codename Hex. Плюс новые Assassin's Creed'ы будут объединены в единый хаб Infinity. И по слухам, Ubisoft тратит на Infinity прям очень много денег. Чуть ли что не больше, чем на разработку своих больших игр. Точнее, каждой отдельной большой игры. А вот почему так происходит, давайте разбираться. Деталей про Infinity пока немного, но уже ясно, что это не просто единый лончер, а некое подобие метавселенной, в которой отдельные игры будут представлены как фрагменты ДНК. И игроки смогут получать к ним доступ в любой последовательности. К какой-то части контента каждой игры бесплатно, а к чему-то за деньги. То есть это будет такой, как бы анимус с монетизацией. И есть еще одна интересная деталь про Infinity, которая не особо светилась в прессе. Про нее в интервью IGN рассказал дизайнер Ubisoft Марк Алексис Катэ. Так вот, он сказал, что Infinity после запуска будет активно развиваться на протяжении многих лет. И при этом ни в одном новом Assassin's Creed'е не будет фрагментов про современность. Все подобные фрагменты будут происходить как раз в Infinity. Судя по всему, это как раз и будут заманушки, которые можно пройти бесплатно, а вот доступы к историческим частям уже за деньги. То есть поняли, да, как все будет устроено? Единый хаб, то есть Infinity, это тоже игра, и действие в ней происходит в условной реальности. Выходит новый Assassin's Creed. В Infinity появляются какие-то новые сюжетные ветки с фрагментами ДНК, за которые надо заплатить. И после этого можно попасть уже в историческую сюжетную часть каждой новой игры. Возможно, некоторые исторические кусочки тоже будут бесплатными, то есть будут работать дополнительными короткими заманушками. Плюс Infinity будет объединять в себе лор Assassin's Creed. Там будут всевозможные исторические справки, будет объяснено, как игры и герои связаны друг с другом. Ну, то есть это именно самостоятельная игра, которую авторы даже называют как бы почти мой РПГ. И, как вы понимаете, ее нельзя делать плохо, потому что тогда пострадают продажи каждой новой игры. Потому что их фрагменты в современности будут именно в Infinity. В целом, задумка интересная, но и очень рискованная одновременно. И понятно, почему на разаботку Ubisoft действительно тратит большие деньги. Работать над Infinity авторы начали чуть больше года назад, а вышли в активную фазу уже в этом году. И это, естественно, сказалось на тратах компании в целом. В общем, уход в минуса, конечно, есть, это факт, но у него есть четкая причина. На текущий момент говорить, что у Ubisoft все плохо, все-таки нельзя. А вот если подобная ситуация сохранится, когда стартанет Infinity и в ней начнут выходить новые Assassin's Creed, вот тогда да, можно будет чесать репу и заявлять, что вся задумка Ubisoft — это что-то странное. Но как бы посмотрим. Повторюсь, сама идея с единым сюжетным хабом на словах выглядит интересно. Это как минимум что-то новое. А как раз нового, хотя бы вот в таком виде, Ubisoft уже много лет сильно не хватает. Пишите, что думаете. Вот зацепила идея с подобным объединением игр серии в единый хаб, или кажется, все это какая-то глупость. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня снова онлайн-школа SkillFactory. Два важнейших момента. Момент первый. На протяжении всего ноября в SkillFactory проходит Черная Пятница. Скидки на обучение очень большие, на некоторые курсы с промокодом до 60%. Поэтому если планировали освоить какую-то из IT-специальностей, то сейчас можно сделать это в два раза дешевле. И второй момент. В SkillFactory стартует интенсив по Python. Python — это очень популярный язык программирования. Используется он в самых различных областях IT, при создании различных программ, в скриптинге, веб-программировании и, само собой, при создании игр. Есть даже целые игровые движки, работающие по сути на Python. Например, года. Там не сам Python, а GDScript, но синтаксис очень-очень похож. Так вот, на интенсиве вас за три месяца научат всем основам работы с Python. Программа очень насыщенная, она содержит все, что обычно преподают за 12 месяцев. И это надо учитывать. На интенсиве с ходу начинается практика, времени придется выделять заметно больше. На годовом курсе в неделю на обучение уходит обычно 5-6 часов, на интенсиве — до 30 и даже до 40. То есть учиться нужно плотно, зато за короткий срок вы получаете базис, и дальше уже можете погружаться в профильные детали. По итогам обучения у вас будет 6 проектов для портфолио, и уровень уверенного джуниора, достаточный для трудоустройства в компанию. С этим SkillFactory тоже помогают, у них есть свой карьерный центр, через который с потенциальными работодателями знакомят еще в процессе обучения. На интенсиве это вообще случается на первом месяце, а не в середине цикла, как на годовом курсе. Если чувствуете в себе силы именно на прохождении интенсива по Python, ссылочка в описании. Там можно узнать детали и записаться с большой скидкой. С промокодом Макаренков минус 50%. Еще раз, ссылочка в описании, не пропустите, срок акции ограничен. Конец рекламной интеграции, и погнали дальше. А теперь давайте обсудим положение игровых дел у Майкрософ. Недавно мы разбирали доходы компании от геймпасса, и говорили, что все с ним отлично. Но! Фил Спенсер после этого выступил на конференции, и из его объяснения и ответов на вопросы стало понятно, что все далеко не так идеально, как казалось на первый взгляд. Смотрите. Да, геймпасс приносит компании приличный доход, он уже давно не убыточен, как аналитики заявляли еще полгода назад. Но Фил озвучил конкретную цифру. Геймпасс приносит игровому подразделению Майкрософ около 15% дохода. И по мнению Спенсера, в ближайшие годы этот показатель можно увеличить, но максимум на 10-15%, то есть довести где-то до 30%. И если что, не за счет снижения выручки других направлений, а именно за счет роста доходов от самого геймпасса. Но! Догнать проценты там до 50 или выше, опять же, по мнению Фила, не получится. Более того, Спенсер считает, что показатель так и останется на уровне примерно 15%. За прошлый год число подписчиков выросло всего на 28%, а Майкрософт ожидали, что вырастет на 73%. При этом на ПК аудитория геймпасса растет очень активно, за год прибавилось аж 159%. Вот только общая доля ПК игроков в геймпассе все еще небольшая. И в абсолютных цифрах вот эти вот 159% все равно очень мало. А вот на Иксбоксе игроки прибывают очень медленно. И Фил считает, что связано это с банальной вещью. Все пользователи Иксбокса, кто хотел купить подписку, это уже сделали. И дальше рост возможен исключительно за счет ПК геймеров. Опять же, из сказанного понятно, что Фил думает, что ПК игроки с сильного притока аудитории в геймпасс обеспечить не смогут. Но он, конечно, может и ошибаться, как уже ошибся с прогнозами по росту геймпасса в целом. Там ошибся в минус, тут может ошибиться в плюс. Но есть еще один момент. Майкрософт, судя по всему, планирует нарастить выручку от геймпасса за счет поднятия цены. Причем, видимо, цены поднимут не только на геймпасс, но и на игры, и на консоли. Фил сказал, что компания пока удерживает стоимость на прежнем уровне и продолжит это делать до новогодних праздников. А вот дальше уже не факт. Так что ждем подорожания. Что еще интересного сказал Спенсер? Например, про свое отношение к метавселенным. С его точки зрения, то, что разработчики по всему миру делают сейчас, это прям сделано сильно плохо. Это не игра, а их жалкое подобие. И пока компании не начнут выпускать метавселенные сравнимые по качеству с нормальными большими играми, никакого прорыва не случится. Более того, для того, чтобы с точки зрения Фила метавселенные стали массовыми, им надо отойти от идеи работать только в VR. Надо изначально разрабатывать все под обычные мониторы, а VR добавлять как дополнительную функцию. Это, кстати, к вопросу о Ubisoft. Они вот по сути пытаются сделать то, про что и говорил Фил. Нормальную игру, объединяющую другие игры, и при этом по уровню, сравнимую с большими проектами. Ну и еще пару слов было сказано про права на контент. И на игровой, и на неигровой. С позиции Спенсера цифровая экономика должна стать полностью открытой, у каждого должны быть права на контент, который он сделал. Но с его точки зрения NFT для этого не очень подходит. Нужна какая-то еще концепция, какая-то новая идея. И смотрите, получается очень интересная ситуация. В метавселенной компания пока с головой запрыгивать явно не стремится. К быстрому росту доходности от геймпасса они относятся тоже скептически, и считают, что там основная масса игроков уже вычерпана. Косвенно можно сказать, что планов по масштабному развитию VR у Microsoft тоже нет. По крайней мере у игрового подразделения. И возникает вопрос, а как именно игровая Microsoft планирует расширяться, и по каким фронтам вообще бить? И как раз вот про это следующая новость. Microsoft планирует плотно ворваться в мобильный гейминг. Информация просочилась от антимонопольного регулятора Великобритании, который анализировал правомерность сделки по покупке Activision Blizzard. Выяснилось, что Майки планирует создать мобильный магазин некого нового поколения, который будет конкурировать с Google Play и App Store и позволит компании переманить под свое крыло вот как раз мобильных игроков. И что для раскрутки магазина якобы будут использовать игры Activision Blizzard. На эту тему уже высказались многие аналитики, на игровых и околоигровых сайтах появились различные версии, а что вообще происходит? Давайте разберем все прям по пунктам. Озвучиваются три основных варианта. Вариант первый. Майки хотят просто сделать версию обычного Xbox Store для мобильных устройств. Вариант второй. Речь строго о приложении для облачного гейминга. И третий вариант. Речь о полноценном магазине мобильных приложений, который будет конкурентом App Store и Google Play. Первый вариант. Очень маловероятен. Во-первых, Xbox Store для мобильных платформ давно существует. Функционал там ограничен, но он как бы есть. С чатами, с возможностью удаленно устанавливать игры на консоль, с ремоутплеем и всем совсем вот этим. Да и не тянет вот такое приложение на магазин нового поколения. Вариант строго для облачного гейминга тоже маловероятен. Для него уже есть отдельное приложение Xbox Game Pass, но и опять же, на новое поколение, про которое говорится в документах, тоже не похоже. Так что речь, видимо, именно о самостоятельном полноценном магазине мобильных игр и приложений. Но и тут есть ряд вопросов. Во-первых, непонятно, как Microsoft планирует обойти запрет Apple на установку сторонних приложений. С Android все понятно, а с iOS не ясно. Следующий момент. Если уж Microsoft возьмется делать полноценный магазин мобильных приложений, то максимально логично будет интегрировать его еще и в Windows, чтобы можно было играть в мобильные игры и на ПК. Но на Windows у них уже есть партнерство с Amazon и с их App Store. Оно запущено и работает в некоторых странах на 11-й Windows. Дубль по функционалу — это очень странная история. С другой стороны, понятно, что имелось в виду под важностью сделки с Activision Blizzard для раскрутки вот такого вот нового мобильного магазина. В состав холдинга входит компания King с их мега популярными мобильными играми, вроде Candy Crush. Настолько популярные игры действительно могут помочь Microsoft переманить игроков в свой новый магазин. Если что, Candy Crush — это самое популярное три в ряд за всю историю мобильных игр. Другое дело, вот захотят ли игроки в Candy Crush играть в большие игры Microsoft. Потому что в матч 3 чаще всего играют в основном люди, которые большими играми вообще не интересуются. Но есть, разумеется, мобильная колда с огромной аудиторией, и это уже для привлечения игроков получше, чем Candy Crush. Ну и еще хочется отметить, что вот если бы когда-то майки не похоронили Windows Mobile, вопросов в духе, как они хотят завоевать мобильный рынок, не было бы вообще. Все бы идеально укладывалось в логику. Но все же, похоже, майки действительно нацелились на собственные мобильные магазины, будут сражаться с Google и Apple на их поле. Получится ли? Вот это уже большой вопрос. С Microsoft в стороны ПК, сами знаете, что за много лет ничего приличного не вышло. Отъесть аудиторию Steam не получилось, хотя когда-то Microsoft про это активно говорили. В общем, традиционно теперь ждем подробностей про магазин, ну и полноценного анонса. А сейчас коротенькая юмористическая новость, и после этого сразу переходим к околонаучной истории. Смотрите, вот это канадское дисковое издание Call of Duty Modern Warfare 2. В Канаде два государственных языка, английский и французский. И часто ключевые надписи на товарах и, естественно, на дисках дублируются. И вы уже все увидели. На английском на диске написано «Самая продаваемая франшиза на Xbox». А на французском «Самая продаваемая франшиза на PlayStation». История появилась на Reddit, и народ там знатно поугарал в комментариях. В целом, придраться-то на самом деле нельзя. Колда действительно самая продаваемая серия, что на Xbox, что на PlayStation. Но вот человеку, который опровел текст для кавера, а затем само изображение, скорее всего, влетит по первое число. Потому что промотировать бренд конкурента на платформе Xbox, ну или наоборот, это, мягко говоря, странная история. И, если что, влетит, скорее всего, не дизайнеру, а, скорее всего, либо кому-то из маркетинга, либо кому-то из копирайтеров, либо из продуктового отдела. Даже если ошибся дизайнер, влетит тому, кто отвечал за финальную опрув работы. А теперь традиционная околонаучная история. И на этот раз вполне себе игровая, но при этом биологическая. В начале года я выпускал на канале видео про игровое поведение животных. Если не видели, ссылочка будет в описании, ролик не особо пропушился и собрал не особо много просмотров. И я там как раз рассказывал про то, как играют не только птицы, млекопитающие рептилии, но и, например, моллюски, скажем, осьминоги. А вот про насекомых на тот момент 100% доказанного игрового поведения зафиксировано не было. Не потому, что его нет, а потому, что этот момент никто толком не исследовал. А если исследовали, то абы как, и к доказательствам там были большие вопросы. Сразу уточню, что у игрового поведения есть четкие критерии. Ученые обычно исходят из стандартного определения игры. Это непродуктивный вид деятельности, мотивация которого лежит в самом процессе. А значит, если какое-то животное как бы играет ради награды, это уже не игра. Если животное играет ради получения какого-то конкретного результата, это тоже не игра. Ну, в общем, вы поняли. Так вот, есть такой немецкий ученый Ларс Читко. Родился он в Германии, но работает в основном в Англии. Вообще, он доктор философии, но плотно занимается энтомологией и этологией. То есть изучает насекомых и их поведение. И уже много лет, даже десятилетия, он исследует поведение бомбус террестрис. То есть земляных шмелей. Наверное, в этом мире больше него про земляных шмелей вообще никто не знает. Он вот прям помешан на них. Я за его работами регулярно послеживаю, потому что там очень много интересного. Он, например, изучал, насколько шмели обучаемы. И оказалось, что очень даже. Можно научить их дергать за ниточки, чтобы вытаскивать из-под стекла нужный цветок с нектаром. Причем выяснилось, что и вот каждый отдельный пушистый жужжоет может этому научиться вот прям в гордом одиночестве. Но на это уходит порядочно времени. Но шмели запросто учатся друг у друга. Если один шмеляр научился вытаскивать цветок за ниточку, другие наблюдают за ним и оперативно начинают тоже дергать за ниточки и выуживать сладости. Потом у Ларса была работа, где шмелей учили за награду играть в футбол. Ну, точнее, там просто было поле, была лунка по центру, и шмелоид из-за нектар таскали маленький шарик в эту самую луночку. Но потом коллега Ларса Читки, Оля Лукола, научил шмелей играть один на один уже в футбол с воротами. Вот это видео, оно довольно популярное, и если вы его видели, сейчас не удивляйтесь, почему в кадре показывают не Ларса. Это продолжение его научной работы просто делал его коллега в той же самой лаборатории. И вот как раз когда ученые во главе с Ларсом делали эту научную работу, они заметили одну особенность. Даже когда награду переставали выдавать, и шмели привыкали к тому, что ничего сладкого не получат, в общем, мотивация у них полностью пропадала, так вот, некоторые продолжали иногда катать шарик. И выглядело это так, словно делают они это просто ради удовольствия. Но и вы уже поняли, ученые провели новый эксперимент, точнее не один, а целую серию экспериментов. Брались шмели, которые никакой награды за катание шарика никогда не получали. Но при этом многие из этих шмелей начинали просто играть с шариком. Причем шмели не проявляли никаких признаков ни полового, ни пищевого, ни защитного, ни какого-то еще специфического поведения. Это все вот прям тщательно отслеживалось. При этом еще и оказалось, что молодые шмели катают мячик чаще, чем взрослые, а самцы чаще, чем самки. В итоге ученые сделали заключение, что это вот чисто игровое поведение, пока не имею все-все-все признаки есть. Шмелям просто нравится катать шарики, они действительно играют с ними и прутся от этого. Так что теперь у нас есть четкое научное доказательство, что насекомые тоже могут играть. Да и вообще, когда читаешь такие работы, понимаешь, насколько иногда умные оказываются животные, про которых большинство людей думает, что они глупые и поведение у них очень простое. Зачастую даже насекомые проявляют высокую сообразительность. А если что, игровое поведение вообще-то считается признаком достаточно высоко развитой нервной деятельности. Такие дела, теперь узнаете чуть-чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, что думаете о собственном мобильном магазине Microsoft? Нужен такой вообще и получится ли у майков сделать его успешным? И второй момент, нравится ли вам идея единого игрового хаба в Assassin's Creed? Когда все игры объединены и часть сюжета проходится, по сути, внутри отдельного проекта. Дичь или наоборот, классная штука с вашей точки зрения. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами. Через бусти по ссылочке в описании или просто лайком под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующих видео. Пока-пока! И напоминаю про Черную Пятницу в Skill Factory. Там очень большие скидки, не пропустите.